Ограда фитофантазии из осколков скальных пород, привезённых из района Сергея Поля. Впрочем, кладка уже еле видна под зеленью. Сергей Венчугов сформировал уголок в 91-м году, более четверти века назад. Эти глицинии были высажены ещё при жизни Сергея Ильича. Это были тоненькие такие растения. Татьяна Скороплётова начала работать с Венчуговым в 80-м году. По воспоминаниям его коллег, фитофантазия была скорее творческой лабораторией мастера, нежели просто ботаническим уголком. Особый венчуговский стиль фитодизайна складывался из десятков деталей. Если это умело совместить растения, камни, коряги, то и получается такая красота. Здесь в основном вечно зелёные растения, что позволяет этому садику существовать и работать круглый сезон. То есть вы не видите здесь осени, зимы, лета. Это Сергей Венчугов, выпускник Тимирязевской академии, вывел на улицы курорта природную скульптуру. Принцип «Город-парк», заложенный в генеральный план развития Сочи в конце 60-х, позволил создать новые дендроуголки, мини-скверы. Их можно видеть и сегодня и узнать почерк мастера. Сейчас в Сочи сохранилось несколько зелёных уголков, созданных Сергеем Венчуговым. Этот, например, практически посередине торговой галереи, остаётся на этом месте уже несколько десятилетий. В своё время он стал примером нового подхода не только к озеленению курорта, но и к организации рекреационного пространства. «Повезло и городу, и Венчугову, что они нашли друг друга». Такая фраза прозвучала на встрече фитодизайнеров разных лет, общественников и представителей администрации. Решением главы Сочи выделены средства на восстановление фитофантазии и прилегающей к ней территории. Появятся и новые скверы, так что опыт озеленителей прежних поколений пригодится. «Мы очень благодарны тем людям, которые раньше работали в зеленстрое, которые сейчас работают в озеленительных организациях, которые делают такую красоту для нашего города. И по инициативе главы города заложены два сквера. Один на Макаренко, 80-летие Краснодарского края будет открыт, он 8 сентября, и на Фабрициуса». Сквер на Фабрициуса будет называться «Фестивальне» в честь предстоящего Международного молодежного форума. Кроме того, решено уделить внимание существующим уголкам Менчугова и при необходимости восстановить и их. Ольга Десятого, телекомпания ФКТ.